Улетные экскурсии запускает аэропорт Красноярск. Гостям расскажут об истории воздушной гавани и покажут то, что недоступно обычным пассажирам. Принять участие могут даже дети от трех лет. Наша съемочная группа побывала на такой экскурсии. Наталья Архипова с подробностями. Здесь был пустарник, здесь был пустырь на этом месте и было принято решение возвести этот терминал. И теперь это почти 60 тысяч квадратных метров, где круглосуточно кипит жизнь. Пассажиропоток больше 2,5 миллионов человек в год. И многие даже не замечают, из чего здесь складывается особая атмосфера. Узор на полу в холле первого этажа символизирует водную гладь Енисея. Здесь даже есть лодка, которая по нему плывет. А на потолке птицы из светящихся лампочек и знаменитый красноярский спутник. И еще много важных мелочей. Экскурсия, которую запускает аэропорт, позволит гостям заглянуть туда, куда обычно смотреть нельзя. За стойку регистрации, например. Здесь все по стандарту, чтобы сотруднику не приходилось делать лишних движений. Ведь даже время, которое пассажир проводит в очереди, должно укладываться в регламент. Мы имеем самый большой экран в Красноярском крае. Он даже больше, чем экран в фан-зоне, который был расположен в Лужниках при чемпионате мира в 2018 году. И это не все, чем могут похвастаться. Вероятность, что ваш чемодан улетит не туда, минимальная. У установки, которая здесь сортирует багаж, погрешность одна на миллион. Среди региональных аэропортов мы обладаем лучшей багажной системой. Я даже не посещаю сказать, включая московский аэроузел. Здесь расположена багажная система, одна из передовых в мире. Производство польское, но это оборудование лучшее и используется даже в Соединенных Штатах передовых аэропортов. Работает в багажном отсеке только электрический транспорт. И здесь многое автоматизировано. У нас пятиуровневая система обработки багажа, автоматическая. Первый их уровень. Здесь у нас багаж автоматически распределяется оператором для обработки. Из тех предметов, что не проходит все пять уровней безопасности, собрали даже коллекцию. Это электрошокеры, кастеты, разные колющие предметы. Ну а снаружи сейчас реконструируют перрон, что никак не портит вид из автобуса. Этот, кстати, как и все авиационное, стоит невероятно дорого – 600 тысяч евро. Но гости смотрят здесь все-таки на технику подороже. Ну а это, пожалуй, самая интересная точка, где в нескольких метрах от нас можно увидеть, как взлетает самолет. Оказаться на самой близкой точке к взлетно-посадочной полосе, побывать там, где обычно нет допуска пассажирам. Можно уже 1 июля. Экскурсии будут платными, регистрация на них и вся подробная информация скоро появится в социальных сетях аэропорта.